Привет, друзья! Вы на канале Кефир, ну а я снова на даче. Признаетесь честно, вам же надоел шашлык? Вот мне надоел. Меняли маринады, меняли мясо, но все равно, каждые выходные шашлык это уже не то. Сегодня поделюсь с вами интересным рецептом, а самое главное, на большую компанию. Это будут фаршированные овощи в Казани. Погнали! Так, из овощей у нас будут баклажаны, вкусный болгарский сладкий перец и помидоры. Для начала подготовим наши овощи. Так, беру баклажанчики и отрезаю им попки. Ну или плодоножки. Я не ботаник. Теперь что делаем с баклажанами? Их нам нужно надрезать, но чтобы не прорезать до конца, будем делать гармошки из баклажан. Берем шамфурики деревянные. Все, первая гармошка готова у нас. Баклажанчики сделали, теперь готовим перчики. Так, с перцев достаточно удалить семечки. Возьму три помидорки, тоже попробую зафаршировать. Так, мякоть не выкидываем. Добавляем к нашим томатам. Так, три помидорки готовы. Овощи я подготовил, самое время заняться нашим фаршем. Взял я килограмм фарша, да, примерно килограмм фарш говяжьи-свиной. Что нам необходимо? Здесь у меня приправка, смесь перцев. Две хороших чайных ложки. Здесь у меня соль с травами и сушеными овощами. И возьмем кинзу, петрушку и укроп. Мелко режем. И добавляем наш фарш. Чтобы наш фарш был более сочным, мы можем либо мелко порезать, либо потереть половинку луковицы. Так, фарш готов. Приступим к фаршировке наших овощей. Начну с самого простого, с помидор. Следующий у нас идет перцы. В перцы я рис не добавлял умышленно. Как-то раз приготовил без риса перец, и оказалось, что гораздо вкуснее. Во-первых, он мяснее. Вкус мяса сочный. Такое ощущение, что рис добавляли специально для того, чтобы просто увеличить выход блюда. Так, а теперь самое интересное. Фаршируем наши гармошечки. Вот такая интересная штука получается. Сейчас я поплотнее утрамбую. Пробовали такая? Сейчас килограмма фарша у меня получилось. Четыре баклажана, четыре перчика и три помидорки. Мелко порежем лук для обжарки. Относительно мелко. Такие средние кубики. Первым делом золотим лук. Лук я советую золотить так, как мы это делаем, как на плов. Как только лук хорошо золотился, добавляем наши перекертые томаты. И немножко перца. Как только томаты немножко обжарились, дверку закрываем нашей печи. И переводим печку в режим медленного горения, то есть перекрывая подачу воздуха. У нас уже начнется сейчас томиться все. Для вкуса я рекомендую немножко добавить сахара, когда будет гораздо вкуснее. Наверное, столовую ложечку я на такой казан добавлю. Казан у меня 10-литровый. Ну, томаты уже разошлись. Самое время добавить наши фаршированные овощи. Так, в центр я вложу наши помидорки. Для вкуса я добавляю молодой чеснок. Его даже не чищу. Теперь заливаем обычной водой. Закрываем крышкой и отправляем тушиться минут на 30. Пора доставать наши овощи. Самое сложное – это их достать. Аккуратненько и достаем. Настало время попробовать. Очень горячо, но, блин, реально вкусно. Вот я честно скажу, что я баклажаны так, ни то, ни чё. Я, скажешь, могу есть, но не самый великий любитель. А вот так – во. Так, попробуем помидорочки кусочек. С нашим замечательным фаршем. Друзья, это лучшая альтернатива шашлыку. Мясо вкусное, мясо сочное, мяса много, плюс овощи. Всё тушёное. Просто непередаваемые ароматы и вкусы. Повторяйте на большую компанию. А если ещё хлебушком вымокать вот этот вот вкусный бульон, просто будет вот очень классно. Повторяйте этот рецепт. Ну, а я с вами хочу попрощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Моему молодому каналу это очень помогает в развитии, да и мне помогает набирать мотивацию, чтобы снимать для вас новое-новое видео. Вам жарких летних дней. Хорошего лета. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok